Сегодня, 13 февраля, празднуется Всемирный день радио, и отмечать профессиональный праздник в этот день было решено на Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2011 году. Ну, так что для ветеранов радио он маловероятно, что значит. И тем не менее, это отличный повод узнать, какие праздники были для радиоведущих важны, как они жили в доцифровую эпоху и что изменилось для них сейчас. У нас в гостях легендарный радиоведущий Герберт Сукер. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Всем, надо сказать, доброе утро, ранние люди. Это очень хорошая публика, поскольку в том числе есть и рыболовы. Это публика, которая поклоняется. Религия – это рыбалка. Я отношусь к этой публике очень трепетно, поскольку сам являюсь, так сказать... Рыбаком? Нет, рыболовом. Ага, это разные понятия. Рыбак совершенно. Потому что это одни промысловики, а другие любители. Вот в чем дело. Скажите, ну а если говорить о том, чтобы поклоняться радиоэфиру, то ветераны наверняка отмечают свой профессиональный праздник по старинке 7 мая. Или все-таки 13 февраля для вас тоже имеет значение? Для меня каждый день имеет значение в силу того, что это историческое событие. Каждый день он больше никогда в жизни не повторится. Единственный день – это единственный исторический день. Вот все самое главное. Что касается празднования, ну... Я каждый день вспоминаю это, так сказать, явление, эту работу почти 50 лет. Более 50 лет, по-моему, вы отдали радио. Да, да. Я посвятил этому, так сказать, делу. И очень доволен. Ну вот со временем все менялось, все трансформировалось. Мы имеем в виду не только технический прогресс, но и то, что, например, сегодня на радио все очень строго. В студии даже со стаканом воды порой запрещают находиться. А раньше можно было и кофе пить, и даже курить можно было прямо в студии. Вот в этой связи нынешние порядки. Они что, может быть, сделали радио менее душевным? Менее сердечным. Это очень важно. Без сердца ничего не получается. Поскольку сердцем человек и слышит, и дышит, и чувствует, мне довелось самую главную встречу в моей жизни, будучи журналистом, встретиться с легендарным совершенно человеком Юрием Борисовичем. Левитаном. Который сказал о том, что... Когда я ему сказал, слушайте, а почему вы не пишете? Столько событий на ваш, так сказать, век пришлось. Он сказал о том, что... Слово, это я запомнил на всю жизнь, написанное, только тень слова сказанного, в силу того, что в нем музыки много, в нем содержания много, в этом звуке. И я с детства слушал его во время войны, все уходили на работу, я мальчишкой был, и черная эта тарелка, я с ней беседовал всю свою младенческую жизнь. Наконец, я с ним встретился лично. Вот это самое главное событие в моей жизни, в течение всей работы в качестве журналиста. Собственно говоря, журналисты – это ведь не профессия. Журналисты – это звание. Ее дают только те люди, которые тебя назовут журналистом. Сам себя назвать не можешь. Но, судя по шарам, которые вы принесли к нам в студию, у вас много было встреч, потому что, я так понимаю, что вы сами их рисовали и подписывали даже каким-то образом. Расскажите об истории этих картинок. Что это такое? История этих картинок начиналась на летучках производственных в Доме радио. Каждую неделю, каждый понедельник встречались все до одного человека. Это тогда еще была не редакция. Она называлась отделом эстонского радио «Вещание на русском языке». Вот так. И было там всего ничего. Там 4-5 человек, наверное. И «Вещание»-то у нас было, если в течение суток, утренняя программа – это обзор газет, и вечером 6 часов, полчаса всего на русском языке была передача. Вот я вижу здесь шарф на Елену Александровну Хусаинову, еще одного ветерана эстонского радио. Она до сих пор продолжает работать на «Радио 4». Пыхтит, старуха. Ох, как вы. Ну, а я держу шарш, кстати, на Нелле Привалова, как я понимаю, да? Это Привалова вчера, а сегодня смотри на обороте. Вот это Привалова вчера, а вот на обороте она сегодня. Вот это она, сегодня. Ну, сказать, что это комплементарный портрет, конечно, невозможно. И здесь еще есть такой шарш на Ирину Синько, и к ней имеется подпись, тоже очень такая характерная. Написано здесь «Пришла работать машинисткой, но стать хотела журналисткой». И все так складывалось гладко, но не по сеньке, вшита шапка. Вот острое перо у вас, я бы сказала, ранит оно, наверное, людей. Если бы вы почитали все, что сопровождалось вот стихами моими, этими коротенькими штуками, по всем этим фигурам, вот по всем этим лицам, которые вы видите сейчас на этих дружеских шарбажах, то это было бы еще страшнее. Никто на вас не обижался за такие вещи? Ну, обижаются на такие вещи. Все, это же написано, дружеский шарш, есть такой жанр. Ну вот. На обиженных воду возят, как говорится. Вы знаете, вот в чем-то мы с вами родственные души, наверное, потому что у меня тоже радио было, по сути, таким вот первым местом работы после университета. Это тоже как первая любовь. Но вот я как раз пришел в ту эпоху, когда совершался переход на цифру, так называемую. То есть вот эти вот бобинные кассеты заменялись уже компьютерами. Я даже не умею, например, монтировать вот с помощью вот этих вот ножничек, когда пленку отрезали. А как вам, вот людям, которые могут считаться мастодонтами радио, дался этот переход на компьютерную технику? Дался он вам? Дался. И я должен сказать, что, конечно, это очень деликатная работа, почти ювелирная, можно сказать. Дело со словом все связано. И, конечно, легче было, чем с ножницами и с этим клеем ацетоновым, и с этой пленкой. Но я накрутил столько, что когда однажды рассердился на работе своих вождей, которыми называют редакторов, так сказать, вот, я собрал все, что было у меня и сложил в мешки. И была комната наполовину, заполненная вот этими черными мешками с пленками, которые я содрал, сложил и ушел. Не жалко было свою работу в мешки запихивать? Жалко. Всю жизнь делал. Полвека, ну. Надо было оцифровать и все засунуть в маленький системный блок одного компьютера. Вот у меня маленькие такие есть кассетки, на них я записывал, все делал, целые передачи, маленькая такая кассетка. И лежит это все у меня дома. Правда, выклинчили у меня большую часть, и она, наверное, там где-то в архивах на эстонском радио. Спасибо большое. Еще раз с праздником вас. У нас в гостях был легендарный радиоведущий Герберт Сукер. Спасибо.